мы будем делать я даже не знаю как назвать анбоксинг частичный анбоксинг то есть анбоксинг это вообще когда никогда не видели что находится в коробках но практически 90 процентах этих коробок я и не видел что находится вот начнем мой обзор нашей техники фототехники вот с такого экспонометра ленинград экспонометры ленинград составляет серию модели семи типов первые модели выпущены с селеновыми фотоэлементами имеющими верхний электрод с полупрозрачным золотым покрытием экспонометры последних выпусков имеют верхний электрод селенного фотоэлемента из окиси кадмия они более чувствительны к свету и более стабильны по времени и утомляемости все селеновые экспонометры рассчитаны на относительно высокие яркости в одной из моделей ленинград 6 применяется сернистый кадмиевый фоторезистор следующий экспонометр у нас уже свердловский очень жесткий кофр надо сказать экспонометр светловск экспонометры выпускались семидесятых восьмидесятых годах уральским оптико-механическим заводом выпущено три модели свердловск 2 свердловск 4 и свердловск 6 все три модели являлись точными высокочувствительными приборами для измерения малой освещенности в экспонометрах в качестве светоприемника применен сернистый кадмиевый фоторезистор так коробочку деревянные коробочки вот такие коробочки делаясь фанеры что мы тут имеем деревянных коробочках боже мой призма запчасти кинокамеры лада 1963 года выпускалась у видеокамеры видоискатель беспоролаксный с отводом лучей от съемочного объектива через светоотделительную призму аттестат камере лада первая советская любительская камера автоматическая установка диафрагмы и объективом переменно фокусным расстоянием кинокамера лада комплектовалась светофильтрами масками для комбинированных съемок и компендиум для их крепления кинокамеры лада 2 имеет незначительные технические отличия самая большая линза это вот едем дальше едем дальше следующий бокс следующий бокс о себе ребята 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 это нужно вытаскивать мы едем на юрис истарь читаем мто 1000 а объектив фотографический мто 1000 а технические характеристики опытное расстояние вот и на фермера а 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 МТО 1000 Семейство зеркальных линзовых телеобъективов системы профессора Маскутова С большой степенью телеукорочения За счет многократного отражения света внутри объектива Длина его оправы в несколько раз короче фокусного расстояния Основное применение объективов семейства МТО – астросъемка Фотографирование удаленных объектов, птиц, животных, фотоохота Выпускались на Красногорском механическом заводе И на Лыткаринском заводе оптического стекла Объективы этого семейства предназначены для использования в качестве сменных К малоформатным однообъектным зеркальным фотоаппаратам Объективы, имеющие в названии букву А со сменным А-адаптером Хвостовиком Расшифровывается как Министского телеобъектив Или Маскутова телеобъектив С использованием окуляры насадки Турист FL превращается в телескоп Индустар 37 Индустар – общее название объективов анастигматов Выпускающихся в СССР с начала 1930-х годов В разнообразных конструктивных исполнениях и с различными оптическими параметрами Общей чертой всех индустаров была принципиальная оптическая схема типа ТИССАР Состоящая из трех компонентов Последняя из которых, в отличие от триплета, представляет две склеенные линзы Большая часть объективов этого типа относится к группе нормальных И использовалась в качестве штатных в большинстве советских фотоаппаратов А также в фотоувеличителях, кинокамерах, аэрофотоаппаратах и другом оборудовании Название образовано от корня слова «индустрия», так как объективы появились в первой пятилетке эпохи индустриализации Индустар 37, формат 18х24 см, фокусное расстояние 302,35 мм, светосила 4,5 мм, угловое поле 53 градуса Зенит-122 Советский малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат Полуавтоматическая установка экспозиции при помощи заобъективно-ТТЛ-экспонометра Выпускался на Красногорском механическом заводе и на Белорусском оптико-механическом объединении Тип применяемого фотоматериала 35-мм перфорированная фотопленка Вилле Советский шкальный малоформатный фотоаппарат Выпускался в 1974-1985 годах белорусским оптико-механическим объединением Вторая модель из унифицированной семейства Вилле ФЭТ-5 Советский дальномерный фотоаппарат Вторая модель из унифицированной одноименной серии В которую также входили камеры ФЭТ-5В и ФЭТ-5С Производился Харьковским производственным машиностроительным объединением ФЭТ С 1977-го по 1990-е годы Зенит-19 Советский малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат С полуавтоматическим управлением экспозиции Выпускавшийся на Красногорском механическом заводе Первоначальное название камеры Зенит-Т1 Это опытные экземпляры Основной особенностью Зенита-19 Является наличие ламельного щелевого затвора Состоит из двух групп металлических ламелей Что обеспечивает высокую стабильность и равномерность экспонирования кадра Тип применяемого фотоматериала Перфорированная фотокинопленка шириной 35 мм Размер кадра 24х36 Корпус литой из алюминиевого сплава с открывающейся задней стенкой Nikon F65 США Nikon N65 Пленочная зеркальная однообъективная камера Nikon Впервые представлена в 2001 году Продолжает линейку камер F5, F100 и F80 Ориентирована на любительский сегмент Заменила на рынке свою предшественницу F60 В отличие от более старших моделей Имеет полностью автоматический режим съемки И пять сюжетных программ Спорт, портрет, макросъемка, пейзаж, ночная съемка Это, кстати, вот Я, насколько понимаю, фоторужье Помните мультик про этого? Как там? Простоквашено Ну вот это примерно отсюда Так, а фоторужье Что у нас получается, что Вот этот вот зенит Идет вот сюда Фотоснайпер Торговое наименование фоторужья Производство Красногорского механического завода Фотоснайпер надо держать так же, как и обычное ружье Отсюда и название Первые фотоснайперы выпускались для военного применения И официально назывались Ручной аппарат для фоторазведки Фоторужья фотоснайпер предназначались для фотоохоты за дикими животными А также для других целей В модели фотоснайпер FS3 65-82 годы И последующих, предназначенных уже для потребительского рынка Применялись специальные модификации малоформатных зеркальных фотоаппаратов «Зенит» Причем камера может сниматься с ложи и использоваться отдельно С любым совместимыми объективами и другими принадлежностями Все модификации снабжались тем или иным вариантом объектива Таир 3FS Прыгающей диафрагмой, требующей взвода перед каждым снимком Ребята Юпитер 8 Юпитер семейство фотографических объективов Анастигматов Типа Зоннер Выпускающихся в СССР с 1948 года Первые Юпитеры Стали советскими вариантами объективов Серии Сеев Саннар Однако они не являются буквальными копиями, поскольку для оригинальных зонаров необходимо оптическое стекло определенных сортов, не производившееся в Советском Союзе. А, ты пишешь эту тюрьму, я понял. Так, ну это все фильтры, я так понимаю, у нас там крышечки, фильтры. Крышечки, фильтры, 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 вот это, кстати, объектив, маленький. Так, вот, ломо, ломо. Объектив кинопроекционный для 35-мм пленки, произведен в СССР, Ленинград. Да, я был прав, объектив кинопроекционный для 35-мм пленки, то есть это счет для пленочной. Ленинградского оптико-механическое объединение. Да. Так, въем, въем, да? Здесь же он, вот, здесь. Дальше едем. Вау. Что? МИР-20. Автомат. МИР-20. Объектив МИР был первым советским реттофокусным широкоугольником, выполненным по принципу перевернутого телеобъектива и пригодным для использования с однообъективными зеркальными фотоаппаратами. Предназначался, прежде всего, в качестве сменного для новейших на тот момент фотоаппаратов «Зенит» и несколько лет оставался в СССР самым широкоугольным объективом для зеркальных камер. Выпускались также варианты для телевизионных камер и другой аппаратуры. Фокусное расстояние 20 мм, светосила 3,5 мм, угловое поле 94 градуса. Это вообще интересная, конечно, вещь. Тоже здесь, по-моему, фильтр еще один дополнительный стоит. Я его раскрутил сейчас, а не снял крышку. Так, познавательные знаки есть. Вот, кстати, все снимается, это все фильтры накручены. Вот это да. То есть, получается, что… «Метеор 5.1» – объектив для 16-мм кинокамер «Красногорск-2» и «Красногорск-3» с размером кадра 7,45 на 10,05 мм. «Метеор» – название семейства советских киносъемочных объективов с переменным фокусным расстоянием. Разработанные выпускались на Красногорском механическом заводе. Предназначались для 8-мм и 16-мм кинокамер собственного производства. Вот такая стопка фильтров. То есть, а сам, вот он, объектив. «Объектив». Да. Ребята, подержите. Как это все? Вообще, на самом деле, я просто думаю, что это сменный фильтр. Да? Да. И вот этот, вот последняя матрешка. Последняя матрешка. Что мы имеем? «Гелиос». «Гелиос 44 М6» – советский фотообъектив семейства «Гелиос». Созданный на основе немецкого «Цейнс Беотар 2х58» и выпускавшийся с 1958 по 1999 год. В разных вариантах. В качестве штатного для разных типов зеркальных малоформатных фотоаппаратов. Один из самых массовых фотообъективов в мире. Так. 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 Объектив фотографический. «Индустар 37». Индус. «Индустар 37». Индус. 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 На что такое объектив. Такой должен быть фотоаппарат. Чтобы объектив прикрутить. Хотя вот. Вот. Собственно говоря. Мы можем посмотреть диафрагмочку. Неплохая диафрагмочка, да? Это тоже. Юпитер 11. Юпитеры появились в СССР после окончания войны. Когда в счет репарации была получена конструкторская документация. Запасы сырья и производственное оборудование для изготовления немецкой фотоаппаратуры. После 1945 года все германские патенты были аннулированы странами антигитлеровской коалиции. И разрешено свободное копирование довоенных разработок. Первые Юпитеры стали советскими вариантами объективов серии «Зейнцзонар». Так, следующий объектив «Зейнцзонар». Это «Ели 44». Еще один. Маленький объектив «Зейнцзонар». Маленький объектив «Зейнцзонар». «Зейнцзонар» и «Зейнцзонар». Уже говорили об «Энтустарах». Можно добавить, что фокусное расстояние 52,4 мм. Светосила 3,5 мм. Угловое поле 45 градусов. ЛАМО F5 сделано в СССР. ЛАМО F5 объектив Ленинградского оптико-механического объединения. Можно, что это просто нет. Вот, собственно говоря, здесь я травма. Ладно, отключу обратно. Вот, это тоже Индустар 37. Это, конечно, Это у нас смена. Смена 8. Шкальный советский фотоаппарат, выпускающийся объединением ЛАМО из 1963 по 1971 годы. Смена 8 считается самым массовым в мире фотоаппаратов, суммарный выпуск которого вместе с моделью 8М превысил 21 миллион экземпляров. Что у нас здесь? Опа! ФЭД. ФЭД-5. ФЭД-5. Советский дальномерный фотоаппарат. Вторая модель из унифицированной одноименной серии, в которую также входили камеры ФЭД-5В и ФЭД-5С. Производился Харьковским производственным машиностроительным объединением ФЭД с 1977 по 1990 год. Пришел на смену камере ФЭД-4 с курковым заводом затвора ZENITAR-M. Торговое название объективов, предназначенных для малоформатных фотоаппаратов ZENIT и выпускаемых Красногорским механическим заводом. Название ZENITAR и его производные не описывают какого-либо конкретного оптического устройства и присваиваясь объективам самых разных типов предназначенных для аппаратуры ZENIT. GELIUS 44M5. Уже тоже говорили об этих объективах. Светосильно нормальный объектив для 35-мм зеркальных фотоаппаратов. Разрешение объектива GELIUS 44M5 41 на 20 линии миллиметров. Что это такое? Юпитер 21М. Юпитер 21М 4 на 200. Это более новая модификация, которая выпускалась на Вологодском заводе. Версия Юпитер 21А 4 на 200 выпускалась на Красногорском заводе с прыгающей диафрагмой. Характеристики. Фокусное расстояние 200 миллиметров. Относительные отверстия 1 на 4 до 1 на 22. Угол зрения 12 градусов. Разрешающая способность Tender Cry 40 на 30 линий на миллиметр. Фотоспышка Чайка. Ввиду наличия в приборе электролитического конденсатора большой емкости, вскрывать и ремонтировать прибор можно только после полного разряда конденсатора. По избежанию повреждения фотоспышки, интервал между вспышками должен быть не менее 20 секунд. Максимальная энергия вспышки 36 джоулей. Ведущее число с пленкой чувствительностью 65 единиц, ГОСА24. Угол светового излучения не менее 45 градусов. Длительность световой вспышки 1 на 2000. Интервал между вспышками не менее 20 секунд. Количество вспышек от одного комплекта свежих батарей не менее 50. Это бинокль. У него есть название, интересно, это бинокль. Нет. Нет уже, да? Нет. Ну это какой-то старый, 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 постарый. Ну-ка. Ага. А, вот здесь. Ну да. Ну работает, надо сказать. Вообще супер, да. Ну и при том, что это что, военный? Военный, да? Похоже, да. Неправильно я вставляю. Так, ребята. Что же это? Труба? Подзорная труба Ассоль. Трубка зрительная. Ассоль. 12 крат. И к ней идет... Что к ней идет? Штативчик, да? Зрительная труба Ассоль. 12 крат. Известна также как труба разведчика. Предназначена для наблюдения за объектами, удаленными расстоянием до 6000 метров от наблюдателя и определения дальности в дневное время. Так. Я его правильно ставлю или нет? Нет. Вот так. как дверь. А как дверь? А как дверь? Хм. Здесь. Вот. Вот. Нет. Странно. Вот здесь вот все эти стоят. А, вот она. Все. Ребята, все, я понял. Вынимай. Ну, собственно говоря, понятно. Читаем. Микроскоп. Модель МП-7. 30 ноября 1959 года. Выпуск Ленинграда. Вау. Ну, понятно, что да, подсветка идет. Так. Ну, вот стол. Стол ходит. Стол ходит. Ладно, прячем. Прячем. Так же ставим, да? Оп. Дверь. Микроскоп МП-7 Ленинград. Большой поляризационный микроскоп 61 года выпуска. Вау. Вот этот зверь. Киев-6 Эт. Да? Фотоаппарат Киев-6 ТТЛ. Среднеформатные однообъективные зеркальные фотоаппараты, выпускавшиеся на киевском заводе Арсенал. В отличие от модульных камер, Салют Киев-6 С имеет внешний вид и устройство малоформатного объективно-зеркального фотоаппарата, отличаясь только увеличенными размерами и массой. После разработки несопряженного ТТЛ-экспонометра, встроенного в пентапризму, фотоаппарат стал именоваться Киев-6 СТТЛ. Фотоаппарат выпускался с 1978 по 1986 годы. Спусковая кнопка у этих моделей была сделана под левую руку, что вызывало многочисленные нарекания фотографов. С 1984 года начал выпуск фотоаппаратов Киев-60 ТТЛ и Киев-60. Спусковая кнопка, которая была сделана под правую руку. Камера была рассчитана на использование только пленки типа 120. Фотоаппарат. Фотоаппарат «Салют» с объективом «Дустар-29». Советский среднеформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, выпускавшийся на Киевском заводе «Арсенал» с 1957 по 1972 годы. Образцом являлся шведский фотоаппарат. Фотоаппараты «Салют» и «Салют-С» являются системными камерами. С 1980 года начал выпуск фотоаппарата «Киев-88», корпус которого имел минимальные конструктивные отличия от фотоаппарата «Салют-С». Общей чертой всех объективов «Дустар», как я уже говорил, была оптическая призма «Тесар». «Дустар-29», формат 6х6 см, фокусное расстояние 82,2 мм, светосила 2,8 мм, угловое поле 55 градусов. Вау! «Киев-88» «ТТЛ». «Киев-88» «ТТЛ». Объектив «Волна». Среднеформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, выпускающийся с 1980 года на Киевском заводе «Арсенал». В настоящее время выпускается малыми партиями под названием «Аракс». Фотоаппарат «Киев-88» представляет собой модернизированный «Салют-С» с новым штатным объективом, усовершенствованным шахтой видоискателя и башмаком для крепления фотоспышки на корпусе. Модель «Киев-88» «ТТЛ» отличается комплектацией, в которую дополнительно входит сменная пентапризма с несопряженным «ТТЛ-экспонометром». Все объективы марки «Волна» выпускались с многослойным ахроматическим просветлением, и консумс 80-х годов считались одним из лучших в СССР. Оптическое устройство, как и у большинства иностранных нормальных объективов тех лет, основано на принципах усложненного немецкого «Saints-Planar». Еще одна фляга – это объектив. Здесь, как всегда, находятся эти фильтры. Да, я угадал. Тут стандартно во фляге, в крышке находились фильтры. «Юпитер-36В» – это огромный и тяжелый объектив от среднеформатной камеры типа «Киев-88». Они имеют фокусное расстояние 250 миллиметров и неплохую светосилу – 3,5. Обычно при тестировании этого стекла делают упор именно на его свойства телеобъектива. «Юпитер-36В» – это у нас линзочки, да, эти фильтры. Так, сделано в СССР. Кто это? Кто ты? Он не отвечает. На него нет никакой информации. Возможно, даже это… Хотя нет, это, скорее всего, фото. Это фото. Фото вот здесь вот под штатив. Почему-то без опознавательных знаков. Шпионский. Вот здесь очень красиво сложены, аккуратно, фильтры. Разные. Итак, смотрим, что у нас здесь в этой колбочке. «Таир-3». «Таир-3» – семейство телеобъективов повышенной светосилы, выпускавшейся в СССР для зеркальных фотоаппаратов и кинокамер. Оптическая схема семейства разработана советским оптиком Давидом Волосовым в 1943 году для удаленной фоторазведки в условиях пониженной освещенности. Название «Таир» является сокращенным именем звезды «Аль-Таир» без арабского артикля «Аль». Объективы «Таир» составляли основу всех фотооружий типа фотоснайпер. Фокусное расстояние 300 миллиметров. «Нонэм». «Нонэм» просто, наверное, здесь… «Нет, нет». «Таир-3». «Тоже Таир-3». «59 год». «Таир-3» для фотоаппарата «Зенит». «59 год». «Так». «Так». «Ах, вот». «Ах, вот». «Ах, вот это вообще интересно, что такое». «Объектив». «Карл Цейн Джена Апотессар. 9х900». Это 1х1 метр. «Цейс». «Немецкий читается Цейс». «Акцентгельштавт». «Немецкая компания, специализирующаяся в области оптики, основана как мастерская по производству точной оптики немецким изобретателям Карлом Цейсом». «Объектив» для форматных камер. «Роид кадр 1х1 метр». «Многолепестковая диафрагма». «Есть щель для вставных диафрагм, которые расширяют художественные возможности объектива». «Объектив» можно использовать в двух вариантах. «Объектив» — это стандартный 9х900 мм, высокая резкость по полю, прекрасная цветопередача. «Объектив» — нестандартный. «Юпитер-21М». «Объектив» предназначен для фотокамер с присоединительной резьбой М42 и рабочим расстоянием 45,5 мм, прыгающей и нажимной ирисовой диафрагмой с механизмом отключения. «Имеет встроенную выдвигающуюся бленду». «Выпускался» на Красногорском механическим заводом и Луологодским оптикомеханическим заводом. «Фокусное расстояние» — 199,78 мм. «Относительные отверстия» — 1х4, угол поля зрения — 12 градусов, размер кадра — 24х36. «Пиставочка ПЗФ» — это для макросъемочки. «Пиставка» — вообще новая приставка просто. «ПЗ» — приставка для макросъемки. «Советский Макромекс» с байонетом М42. Отличается довольно качественным исполнением, большими винтами для перемещения каретки и всех видов фиксаций. Особенно удобен этот макромекс, используя совместно с объективами безфокусировочного геликоида». «Объектив» — «Ламо F75». Это целая серия производимых в разное время с 30-х годов шестилинзовых объективов типа «Планар». Объективы эти в основном были предназначены для киноиндустрии. Одни служили киносъемочными, другие — проекционными. Но были и те, которые имели техническое назначение. Эти же объективы. «Метеор 5.1». «Метеор 5.1». «Метеор 5.1». «Метеор 5.1». Забавно, что на среднем формате МИР 38B 3.5-65 является широкоугольным объективом. На полном кадре стандартным нормальным объективом, а на кропе это уже короткий телевик, на который можно поснимать даже портреты. Фокусность расстояния 65 мм, светосила 3.5 мм, угловое поле 66 градусов. 38V. Вот еще один объективчик. Гелиус 40. По одной из версий оптическая схема была позаимствованного объектива Card State Gen'а, Беотар, 1938 года. С другой стороны, известно, что первые планары, это линейка светосильных киносъемочных 35-мм объективов, Гелиус 1, Гелиус 2, Гелиус 3, были рассчитаны в ГОИ в мае 1937 года. Так что вполне возможно, что Гелиус 40, это расчет 50-го года по трудов отечественных инженеров оптиков. На полтиннике. Вот полтинник, кстати. Зенитар М2. Пластик. Это нормальный штатный объектив для пленочных камер с резьбой М42. Один из последних массовых штатных полтинников для камер Зенит. Из-за своей характерной формы был назван потребительным пулей. Фокусное расстояние 50 мм. Относительное отверстие 1,2. Угол поля зрения 45 градусов. Размер кадра 24 на 36. Я даже цыть не могу. А вот открыл. Метеор 5,1. Мир 3В. Мир 3В. Это широкоугольный объектив для среднеформатных фотоаппаратов типа Киев ШЦ, Киев 60, Салют и Киев 88. На среднем формате FR 65 мм дает именно широкий угол. Фокусное расстояние 65 мм. Угол поля зрения 66 градусов. Размер кадра 60 на 60 мм. Триплет. Значит, триплет это от латинского тройной объектив или элемент оптической системы, состоящий из трех линз. Линзы могут быть как склеены друг с другом, так и разделены воздушными промежутками. Трех линз достаточно для исправления всех аберраций, поэтому триплет считается простейшим анастигматом. Индустар F21 для разведки. F21 1х4,5 объектив с постоянным фокусным расстоянием для формата кадра 13 на 18 см. Использовался как для камер FK 13 для 18, так и для аэрофотосъемки. Объектив отличается хорошим исправлением остаточных аберраций. Объектив также использовался для увеличительной установки UA1. Предназначен для изготовления фотоувеличений с аэрофотонегативов размером 19 на 19 см. Ребята, посмотрите на этого динозавра. Эпиотар 3,5 на 430. Объектив большого формата старенький, 48-49 годы. Проекционный объектив от большого промышленного напольного эпидоскопа. Диаметр передней линзы 123 миллиметра. Достаточно резкий. Фокусное расстояние 430 миллиметров. Нет диафрагмы. Простой триплет. Малая глубина резкости на большом формате 8 на 10. Рисунок линзы отсутствует. Он просто моет задник. Ну, все, ребятки. На этом мы, наверное, закончим наш обзор. Посмотрим еще в интернете. Найдем какую-то информацию. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok